Всем привет! С вами снова я Оля. Добро пожаловать на мой YouTube канал и спасибо, что открыли это видео. Сегодня речь пойдет о моем новом аромате, но для начала мне бы хотелось разобраться, что же у меня с освещением. Как вы меня видите в кадре? Отпишитесь мне, пожалуйста. Потому что некоторые мои зрительницы жалуются на то, что плохая картинка, все бледно, плохо видно. И мне написали в основном зрительницы, у которых Android с айфона все хорошо видно. Я делала соцопрос, мы прям несколько дней наблюдаем с разных источников, с разных телефонов и даже с Android, и все в порядке. Таня Мейкап, с которой мы снимаем макияжные видео, на свой канал она делает видео, снимает с Android. И она посмотрела мое видео, под которым, соответственно, несколько людей написала, что плохая картинка, все очень бледно. Сделала мне скриншот, и я вам сейчас вставлю. На мой взгляд, картинка нормальная. Возможно, с айфона видно немножко поярче. В общем, я не знаю, в чем дело. Я искренне недоумеваю, не могу понять, ищу причину. Я покопалась в настройках, также все в порядке. HD на 60 выставлено. Этот и худ. Ну, в общем, качество. Может быть, вам нужно в своих настройках что-то сделать и снизить качество видео, чтобы его было лучше видно. Или, наоборот, увеличить качество видео. В общем, я не знаю, в чем причина. Не думайте, что я игнорирую. Конечно же, я прислушиваюсь к вашим пожеланиям. И мне хочется, чтобы всем нравилось смотреть мои видео. Чтобы со всех телефонов, со всех компьютеров, со всех устройств, в общем, мои видео были в нормальной цветовой позиции. В общем, отпишитесь. Я буду очень вам признательна, как меня видно и из какого устройства вы смотрите мои видео. Мне будет интересно. И как раз я, возможно, как-то решу этот вопрос. Потому что я пока не нахожу причины, как избавиться, в общем, от этого эффекта, который многие видят. И говорят, что... Ну, пишут мне, что это какой-то фильтр. Никакого фильтра я не ставлю. Просто вот у меня 14-й Max Pro iPhone. И я его купила для того, чтобы, наоборот, вам было четче видно. Точнее, муж мне его подарил в январе. С января месяца у меня... С конца января месяца у меня видео на этот телефон. Вот. В общем, я недоумеваю и меня это печалит. Ну что, давайте перейдем к аромату. К аромату, который я купила месяц назад. Месяц назад. Я вот такой человек, знаете, что-то со мной, наверное, не так. Когда я что-то покупаю, это не только относится к ароматам, а вещь должна полежать какое-то время. И только тогда я вам ее показываю. Она может лежать 2 недели, 3 месяц. И спустя месяц я созреваю снять для вас обзор, поделиться с вами покупкой своей. В частности, вот сегодня, да, парфюм. Наверное, вещь должна ко мне прилипнуть, или это, ну, прикипеть, знаете, или я к ней прикипеть должна. Настояться как-то, впитать в себя мою энергию. И я должна напитаться ее... В общем, обмен энергиями должен произойти для того, чтобы я вам ее показала. То есть я уже им пользовалась, все в порядке. Пользуюсь я практически с первого дня. Нет, не с первого. Спустя неделю примерно. То есть неделю стоит вещь, неважно какая, или лежит, если это одежда. Где-то неделю я ее не трогаю. Ну, типа, мне должна освоиться, что ли, что она у меня есть. Ну, привыкнуть освоиться с этой мыслью, что есть у меня эта вещь. Напишите, у кого так же, и что со мной не так. В общем, аромат у меня появился. Аммаж Порт Рояль. Я его купила со вторых рук. У нас в группе в Израиле парфманьяки Израиля. По очень вкусной цене, без одного миллилитра. Просто распакованы пару раз, распылили на себя, и не подошел аромат. Вот я люблю такие предложения находить, когда просто аромат не подошел. И, собственно, покупать такие ароматы. Потому что в магазинах такой аромат стоит 350 долларов, а я его купила за 150. И я прям протестую против этих цен. Ну, что это за цену 350 долларов за аромат? Когда можно вот так прекрасно с рук купить флакончик в 150 долларов. Ну что? Аромат Порт Рояль. Порт Рояль женская версия, как видите. Есть мужской Порт Рояль. Они почему-то разделяют, да, вот эту линейку, наверное. Есть мужской, есть женский. И у меня женский Порт Рояль. Это изображение, портрет, да. Здесь это название парфюма в зависимости от ситуации, да, обычно перевод. Но, в общем, изображение, портрет, да, наверное. Как-то так переводится это слово. Напишите мне, пожалуйста, если я не права. В общем, здесь безумной красоты флакон, во-первых. Я вам все уставлю. Вчера я снимала с ним Рилс на солнце. И посмотрите, как он переливается. Вставочки сделаю. В общем, я с этим ароматом познакомилась два почти уже года назад. Когда мы с Лесей Муратовой обменивались отливантиками. Леся Муратова сейчас, к сожалению, перестала вести свой канал. Я не знаю, по какой причине. Но я, в общем, ее смотрела. У нее классные видео. Даже те старые ее видео, которые у нее остались на канале, они очень интересные. И я прям заслушивалась всегда. В общем, мы с ней поменялись подарочками. Друг другу передавали. И вот отливантиками менялись мы. Говорили друг другу, какие ароматы мы хотим. И я хотела тогда попробовать этот аромат. Что произошло? Примерно 2 или 3-3 миллилитра у меня было этого аромата в отливантии. И я его разнашивала некоторое время. И думаю, ну красивый аромат, ну как-то не мое. Наверное, не смогу такое носить. Я разнашивала его и зимой, помню. И как-то долгое время, около полгода, наверное, разнашивала. И в холодное время года, и в теплое время года. В общем, когда носила, такие впечатления были, что красивый, красивый восток, но вот не совсем мое. Ну то есть я сомневалась, буду ли я такое носить постоянно. И сношу ли я в целом, если у меня будет флакон. Хотя всегда флакон можно продать. Ну неважно, я люблю вот любимое приобретать, что я буду носить не просто так для коллекции. Но здесь, конечно, изумительная красота флакона. И может быть кто-то этот аромат приобрел и для коллекции из-за флакона. Но на самом деле содержимое здесь еще красивее, еще лучше. В общем, зимой этот аромат на мне слишком выдавал такой табак. Знаете, я с табаком очень аккуратно. Мне нравится нота табака, но когда она свежая, и здесь она свежая. Но зимой почему-то он какой-то становится как от сигарет, как раскуренный. То есть я не люблю, когда пахнет сигаретами. Даже человек, который курит, я считаю, он должен соблюдать вот этот момент, даже не гигиены, наверное, да, но момент такой, чтобы не было запаха. В общем, жевать жвачку вовремя, менять часто одежду, чтобы запаха не было вот этого пропитана. Особенно есть люди, от которых сильно пахнет сигаретами. Я ничего против не имею, каждый выбирает для себя сам, курить ему или нет. Я не курю, не люблю запах сигарета. Я люблю, знаете, какой запах? Когда первая затяжка со стороны, первая затяжка и вот этот дымок от первой затяжки, почему-то он мне нравится. А в целом раскуренные, прокуренные вещи я не люблю. Но люблю курить кальян, и курю его примерно раз в полгода-год. В общем, этот аромат мне дал немножко сигаретки. Вот эту прокуренность в холоде. Здесь, значит, у нас жасмин, табак, ваниль и эллими. Эллими – это смола. Смолы я очень тоже люблю. Ладан я люблю. Я люблю такие вот смолистые, смоляные ароматы. Восточные, горячие, такие бурлящие. Здесь именно такой аромат. В общем, этот парфюм я нанесла, когда я приняла решение, что он мне нужен, я нанесла его в жаркий день. Мы поехали сдавать тесты. Тогда еще тесты на корону сдавались перед вылетом. И, в общем, мы поехали в Тель-Вив сдавать тест. И сидели, ждали ответа, сидели, пили кофе в КП. И пока мы кофе пили, я поняла, какой это чудесный аромат. На меня падал свет, вот прям тень от деревьев. И мы сидели на улице, и солнечный свет, вот лучи на стол наш падали. Я помню, такой солнечный день был, но ветрено было. Тепло, но ветрено. И шлейф этого аромата, я просто от него обомлела. Настолько это красивый аромат, настолько он красиво раскрывается в тепле. И я удивилась тому, что он меня не задушил. Хотя я думала, что такой насыщенный, восточный, табачно-смоленой аромат меня будет душить в тепле. Поэтому я сомневалась, нужен ли он мне вообще. Но насколько он красив в тепле, и он совершенно не душит. И вот, знаете, я ношу этот аромат уже с апреля сейчас. Ну, то есть, разношиваю, знакомлюсь с ним поближе. Смотрю, как он будет, наблюдаю, как он будет раскрываться на мне. Какие-то, возможно, новые моменты в нем увижу, услышу, нюхаю. И я планирую летом его также носить. Ну, то есть, по настроению все, конечно же. Понятно, что передоз, овердоз может задушить этого аромата, потому что он насыщенный, он глубокий. Это аромат, который, ну, восток, знаете, такой королевский восток. Если можно его сравнить с тач-махалом, вот по красоте, по своей, по помпезности, такой вот благородности. Настолько красивый аромат, настолько красиво собран. Он очень красив, ну, невероятный аромат. Это такие, знаете, жасмин, жасминовые ноты, вот белоцветочность, вот как с куста жасмин. Свежий табак, сладость ванили, но она не гурманская. Она именно такая благородная, но и не горькая. То есть, это не стручковая ванилия, это не темная ванилия. Это именно такая ванилия, которая понравится всем. И смоляные ноты какие-то растекающиеся, какие-то вот бурлящие абсолютно. Это такой очень красивый восток, очень красивый восточный аромат. Я внешне, славянская у меня внешность, не восточная совсем, да. Но мне кажется, этот аромат любому типажу подойдет. Он просто красив, он просто роскошный, шикарный. Это парфюм, который, вы знаете, на Амуаже, я раньше думала, как вот, говорят, подсаживаешься на один бренд, хочешь потом иметь все флаконы. Вы не представляете себе, хочется иметь все. Вот меня все вдохновляет. Единственное, я, конечно, с одним ароматом рассталась, потому что я не люблю кислые ноты, и там кислило все. Я потом расскажу, с какими ароматами я рассталась. Вот прям хочется... Во-первых, они ложатся классно в руку. Очень красивые флаконы, очень красивые вот эти крышечки с камушком, да, в форме мечети на женских флаконах. То, что крышка магнитная подкупает. Этот флакон, именно этот флакон, он переливается. Посмотрите, как он красиво переливается. У меня версия изомана, если для кого-то это важно. Мне не важно, но у меня как-то все версии, по-моему, изомана. Мне что-то кажется, надо проверить версии. Все ароматы амуаж изомана. В общем, это седьмой или восьмой уже аромат у меня от этого бренда. И что-то мне подсказывает, что у меня еще будет не один аромат от них. Вот подсаживаешься на структуру ароматов, на то, как они сотканы, на то, как они звучат, на то, как они раскрываются. Как будто привыкаешь к их профилю, к их ДНК и хочется еще как-то так. Вот какая-то зависимость появляется вот от этих ароматов. Именно от ароматов, от всех ароматов, но именно от этого бренда. Зависимость, потому что хочется еще. Настолько здесь качественно все, настолько здесь все превосходно и идеально. Ну, то есть не к чему придраться совершенно. Настолько игронот такая красивая. Ну, понятно, что ароматы не всем подойдут. Но большинство людей, я не раз слышала о том, что большинство людей, ну, как бы подсаживаются на бренд. И это действительно так. Как бы хочется все ароматы от них. Все ароматы, при том, это аромат, скажем, не новинка. Это аромат 19-го года, я себе выписала. 19-го года. Два парфюмера создавали, работали над этим парфюмом. Аник Минарда и Пьер Негрин. Или Негрин. Я точно не знаю, не сильно в парфюмерах. Как-то никогда не обращаю внимания на то, какие парфюмеры работали над ароматами. Вы знаете, вот у меня есть такой, наверное, минус. Парфюманиака я не слежу, не отслеживаю. Хотя надо бы, надо, да. Вот здесь два парфюмера работали над красотой этого аромата. Это наикрасивейший парфюм. Я не помню мужскую версию. Тестировала ли я ее? Но я не сомневаюсь, что она так же прекрасна. И, в общем, это просто роскошиство. Это просто роскошиство. Отпишитесь, у кого этот аромат есть. Я так понимаю, у меня уже новая переформулированная версия. Раньше они название писали вот здесь, а сейчас вот здесь посерединке. И у меня на крышечке нет названия. На некоторых моих других флаконах на крышке вот здесь есть название, а здесь нет. Но, вы знаете, я не жалуюсь совершенно ни на технические характеристики. Отлично скроен аромат, отлично соткан. Он насыщенный по композиции, он насыщенный по звучанию. Он держится просто какие-то невероятные, невероятное время просто весь день. И на следующий день в остатке он остается на волосах. Подушка им пахнет. И он шлифит красиво. Он очень красив в тепле. Тепло его раскрывает. Тепло дает ему проявить всю свою красоту. Еще у этого аромата есть фишка. Он звучит немного жвачково, жвачно. Он немножко свежестью какую-то отдает. Я не знаю, то ли это жасмин дает такую свежесть. Вот бывает, в том форт, жасмин руш, такая же тема была. Немножко ментолинка такая в нем какая-то была, жвачность. И в этом аромате тоже. Но это не упрощает аромат. Это просто дает ему некую свежинку. А наоборот, ты ее чувствуешь именно в тепле, именно когда жара, раскрывается аромат. Вот я с утра его даже наносила, и он мне не мешает. И еду, жарко уже у нас май, да. И тепло достаточно. И вот эта свежинка, она выходит именно в тепле. Выходит именно, раскрывается аромат. Слышна его вот эта табачная жасминовость, такая ванильность. И бальзамичность, и смолистость, точнее. И свежинка, свежинка жасминовая. Вот единственный аромат, это том форт, жасмин руш. И этот, вот эти два аромата, в них есть этот эффект мятного жасмина. Без индольности, нет здесь какой-то, ну вот этой чрезмерной чувственности. Индолит, когда жасмин, знаете, вылазит там всякие всякости. Здесь этого нет. Здесь именно такая свежесть, мятность какая-то даже выходит. То есть она не очевидная, здесь нет мятных нот, но явно это дает жасмин. Я так подозреваю. В общем, вот такой у меня ароматик появился. Я очень рада. Вы знаете, я за ним гонялась целый год. Целый год его выслеживала. Первый год я, когда уже решила, что он красив и мне его надо, как-то не особо за ним бегала. А второй год я уже тестировала. Он мне попадается просто на глаза постоянно. И в апрель к нам заходила, тестировала я себе на руку. Думаю, нет, надо, все-таки надо. И год я высматривала цену, потому что цена в магазине ненормальная. 1300 шекелей. Это ненормальная цена для аромата, я считаю. Ну, хотя, бакара столько тоже стоит. В общем, я, наверное, с ней не согласна, потому что можно его купить за 150 тоже, поймать. Наверное, так. И для меня это просто квест какой-то, который мне хочется выиграть, пройти. И вот с этим ароматом так случилось. Я цену высматривала год. И по вкусной цене продавался этот аромат. И, вы знаете, я его купила. И через неделю еще одна девушка, уже другая, тоже подняла пост. И, ну, там на 50 шекелей, на 15 долларов разница чуть выше. И тоже он был и в коробке, и в, ну, целой, без нескольких распылений. Видите, он у меня полный. Вот такая коробусика у него. Вот такая вот здесь подставка, подставка, все. У меня как бы хранится в коробке, но я, наверное, его сейчас выставлю, потому что я буду им пользоваться тоже часто в планах у меня. Ну и вообще сегодня, в чем я была сегодня утром? Ну да, я была в нем. Я была в нем, потому что, забываю, я снимала еще ароматные видео и распыляла. Немножко нос затерся, обоняние затерлось. В общем, я была в этом аромате прямо сегодня с утра. И он тоже вот немножко так мятно раскрывался с утра. Вот такая у меня новинка. Оставляйте свои комментарии, пишите, у кого этот аромат есть, и какие у вас отношения с брендом Amouage. На этом все. Всем спасибо и пока.